Духовные взаимодействия Тайны сия велика Дело в том, что, разлучаясь от тела, душа пребывает в ином мире, умном Это тоже Божие творения Но взаимосвязь такая прямая, прерывается Скажете, они остаются душами, а мы остаемся душами, соединенными с телами Почему же не быть какой-то коммуникации? Но ведь душа проявляется, находясь в теле Какие мы знаем свойства души, свидетельствующие о ее в нас, в нашем теле пребывании? Это ум, это чувство, это воля Но самая словесная способность или осязательные действия прерываются И, находясь уже в ином измерении, не вне Бога, но вне тварного видимого материального мира Конечно же, общение прямое с душами прерывается Но значит ли это, что прерывается вовсе общение с ними? Если они остаются в мире Божьем? Конечно, нет Но правильно назвать это общением в Боге Мы волимся об усопших, предавая их милости Божьей, молясь о прощении их согрешений Своим главным доводом приводя то, что сами усопшие, из-за которых наша молитва восходит к источнику всех благ Сами уповали на милость Божью И ныне почивают в Боге, хоть и были не безгрешны Но каялись в грехах своих и Троицу Святую даже до смерти своей исповедовали Надо понимать, что в этом случае и естественно, и, можно сказать, и осязаемо наше взаимодействие О чем и вопрос был поставлен с нашими усопшими сродниками Место встречи с усопшими изменить нельзя И это не кладбище, где почивает уже бездыханное тело, которое не слышит, не видит, говорить не может Никаким образом не опрокинет ту рюмочку, которую с кусочком хлебушка некоторые привыкли оставлять на могилке Имея в виду склонность усопшего к этим процедурам при земной жизни Это не имеет никакой осмысленности за собой Как и оставление каких-то конфет или пасхальных яиц на могиле Поскольку тело уже никаким образом не пользуется этими материальными благами Время которых для этого человека прошло А вот душа почившего по свидетельству священного писания Тело в землю, а душа к Богу, сказанного экклесиаста И обращение в храме Божьем ко Господу о упокоении усопших И является как раз самым действенным и реальным способом нашего взаимоотношения Поэтому привычные для нашего церковного обихода молитвы об усопших Всякая литургия совершается на пяти просфорах Одна из которых служит поминовению наших усопших Братьев и сестер, предков, единоверных с нами О упокоении которых мы молимся И молитва священника, и молитва мирян Есть самое решительное слияние в один хор молитвы к Богу живых и усопших Сугубое посвящение этому поминовению имеют особые дни Накануне Великого Поста, Мясопустная, Родительская, Суббота Накануне праздника Пресвятой Троицы, Троицкая Родительская Суббота Несколько Родительских Суббот Великопостных Дмитриевская по традиции Русской Церкви И все эти дни привлекают людей не столько на кладбище Сколько в Храм Божий, где поминовение наших всех усопших Православных сродников являются какой-то И не просто потребностью людей церковных Но и жаждой какой-то, живоудовлетворяемой Жаждой по причине любви к почившим А удовлетворение как раз происходит от действия той благодати Которая дает нам чувствовать наше единство с усопшими Скажите, возможно ли это без веры во Христа воскресшего? Возможно ли это без веры в свою собственную вечную жизнь? Конечно, невозможно Поэтому встреча с усопшими становится тем более ощутимой И полезной для них и для тебя Когда твоя собственная жизнь укрепляется в ее церковном содержании Когда ты сам становишься не случайным захожанином А прихожанином храмов Божьих, храмов православных Вот тогда и молитва за усопшего становится как раз для тебя И уже привычным, но и всегда благодатным делом В котором твоя близость с усопшим становится для тебя уже реальностью духовной А в которой у тебя уже не возникает вопросов А слышат нас усопшие или не слышат? Конечно, слышат Конечно, с нами В Боге пребывают А вот вопрос с их стороны Насколько активно их участие в земной жизни Можно усомниться Основываясь на словах Господа Сподобившись достигнуть Царства Небесного Уже не женится и замуж не выходит Пребывают как ангелы на небесах Ангелы на небесах не безучастны к жизни своих душевно-телесных собратьев Нас с вами Умаленных малым чьим от них Но, тем не менее, какую-либо свою активность проявляют исключительно по воле Божьей И являются это некими знаменями от Бога Посылаемыми при особых обстоятельствах Для утверждения веры, для наставления на пути благочестия человека, еще живущего Но вера Церкви, несомненно, простирается до принятия активного участия наших почивших сродников Чем выше была жизнь, тем более остается значительное влияние обратное Со стороны усопших на оставшихся живых членов Церкви И проявляется это в высшей форме канонизации святых угодников Божьих Когда Церковь канонизирует кого-то из благочестивых усопших наших предков То их участие в церковной жизни становится особенно явным Им посвящаются церковные храмовые престолы К ним обращаются молитвы Но ведь условием канонизации, одним из условий канонизации является Народное почитание, обращение к ним еще до канонизации Естественно, те молитвенные последования Заупокойные, которые свершаются на могилах особо почитаемых наших почивших недавних предков Например, в нашей Рязанской земле Схемонахини Феодосии Есть и иные подвижники благочестия Память о которых еще не облачена в церковное, общецерковное почитание Но является, тем не менее, свидетельством своего упования на их близость к нам И с этой области, заочной из этого их нынешнего пребывания После разлучения души от тела Так что это является даже условием канонизации Следовательно, панихиды в память о тех людях, которые нам дороги Это не только проявление нашего расположения И желание помочь нашим усопшим сродникам Но, очевидно, предполагается, что и сами почившие Для тех, кто к ним неравнодушен Для тех, кто просит об их молитвенной помощи Душа не отучается от молитвы, а расставшись с телом А напротив, когда Господь говорит Пребывает, как ангелы на небесах, по преимуществу занята молитвой Потому и народная пословица говорит Кто на этом свете мало молится, тому на том свете скучно будет Ибо душа, не навыкшая молитве, оказывается чужой Там, в этом невидимом умном мире Где ангелы предстоят Богу в словословии Ему И изумляясь пред величием славы Его Следовательно, можем уповать и на то, что Усопшие наши не забывают о нас, если мы не забываем их А прежде всего не забываем Господа Так что некоторые спрашивали даже о поминовении своих усопших духовников Остаются ли они с нами Мне кажется, опыт церковной жизни, личный опыт людей Подсказывает то, что молиться не только о здравии живущих своих духовных наставников Но и о тех, кто сослужил тебе эту службу и уже приставился от этой временной жизни И разумно, и полезно Это есть и потребность сердца Но за этим мы ожидаем и молитвенную помощь тех, кто уже разлучившись от тела Однако своим участием, своим ходатайством о нас Не отлучается от нас и после своей кончины Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому